В минувший понедельник на аппаратном совещании губернатор Сергей Морозов вновь заострил внимание на экологической ситуации в Завожском районе. Жители Левобережья жалуются на неприятный запах и смог, который повис в воздухе. Основную причину экологического бедствия, а именно превышение уровня формальдегида, в ночное и утреннее время установили. Это высокая концентрация выхлопных газов, автомобилей, работы крупных промышленных предприятий и частного бизнеса, сосредоточенного в гаражно-строительных кооперативах. На самом деле мы не хотели бы сейчас строить какие-то пессимистические прогнозы. Прогноз в целом и баланс, который просматривается вместе с коллегами, он достаточно оптимистичен и по следующим причинам. Федеральный надзор, он сейчас проводит мониторинг выбросов загрязняющих веществ от крупнейших предприятий. Мы смотрим опять же совокупный вклад вот этих микробизнесов и микропроизводств. Со слов Федорова, министерство и все контрольно-надзорные органы сейчас формулируют специальный комплекс мер, который позволит целому ряду индивидуальных предпринимателей и самозанятым гражданам сменить место локации, либо избрать цивилизованные виды топлива при обогреве помещений зимой. Все это и приведет к уменьшению примесей в атмосферном воздухе. Наблюдение за загрязнением атмосферы в Ульяновской области ведет гидромицетер с четырех стационарных постов федерального назначения из семи регионального. Пять из них установили в октябре этого года. Отбор проб атмосферного воздуха в Новом Городе происходит на стационарном посту на территории 75-й школы. Здесь все автоматизировано. Воздух с крыши поста попадает в аспираторы, которые подсоединяются к сорбционным трубкам. Показания оксида углерода каждые 20 минут снимаются с помощью газоанализатора. В этой части павильона находится прибор, тоже так же называется аспиратор, на пыль конкретно. Вот здесь выставлена уже конусная насадка, где привинчено внутри, выставлен фильтр, который я показывала в лаборатории. Там выставлен по направлению ветра. Отбор проб воздуха происходит в час ночи, в семь утра, в час дня и в семь вечера. В семь утра следующего дня специалист везет пробирки с показаниями в лабораторию Ульяновского гидромицентра. Научные сотрудники проверяют полученный в пробирках и с помощью фильтров воздух на 8 загрязняющих химических веществ, приоритетных для предприятия региона. Это пыль или по-другому взвешенные вещества. Диоксид серы азота, оксид углерода и азота, формальдегид, фенол и гидрохлорид. По индексу загрязнения нашего города мы относимся по результатам наблюдения в 2017 году к городу с низким уровнем загрязнения. В основном мы фиксируем в нашем городе, у нас бывают единичные превышения санитарных норм взвешенные вещества, диоксид азота, формальдегид. Со слов специалиста, самый чистый район – Ленинский. Здесь меньше всего промышленных предприятий. Кроме того, комплексная лаборатория следит за радиационным загрязнением воздуха в области. Исследования проводятся с помощью дозиметров. Также на некоторых медсестанциях у нас, таких как Димитровград, Сингелей и на территории аэропорта Центральный, находятся еще и датчики непрерывного измерения радиационного фона. То есть на мониторе компьютера постоянно фиксируются значения и передается оператору, который сидит и все это записывает. Особое внимание уделяется стратегическим объектам, таким как НИАР Димитровграде. Специалисты лаборатории ежегодно в зоне 30 километров от научного института определяют радионуклидный состав почвы. Ринат Алиулова, Юрий Конихин. Новости Ульяновской правды.